Всем привет друзья имею я такой щит от заказчика липовый щит высотою 76 шириною 53 и толщиною даже нету 3 сантиметров где-то 28 миллиметров толщиной значит что мне нужно из этого сделать если кто помнит я делал поднос из пилов в общем нужно из этого щита сделать что-то подобное тот спил у меня был не такой большой можно сказать в длину он был как ширина даже чуть поменьше меньше чем ширина этого этого щита где-то 45 может быть и в толщину он был где-то 5 сантиметров понимаете да разница и значит что-то я буду вытягивать доклеивать сверху чтобы придать какой-то борт этому щиту из кусков будут оклеивать мудрить ну значит поехали всем приятного просмотра по первому этапу выпилил по окружности данный будущий декор поднос сейчас буду из остатков данного 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 щита делать накладки по окружности чтобы сделать какие-то бортики то есть по кругу будут ветки переплетенные как и на прошлом примерно подносить так идем дальше да перед тем как клеить по бортикам кое-какие вставочки я выпилил лобзиком вот такие вот отдельные идущие будут ветви ну и в подносах это как бы ручки идут за которые обычно поднос держат дальше уже пойдет склейка хочу показать каким образом я доклеиваю вставки то есть вот у меня есть уголок отрезанный от этого лишь я подложил его под сначала короче присмотрелся одной рукой мне очень тяжело приставил с одной другой стороны и от нарисовал такую веточку значит сейчас эту веточку я пилю и потом она будет проходить вот здесь вот так вот дальше уже буду доклеивать опять вот такая вот веточка получилось дам продолжение сюда где-то можно даже будет закончить по дороге и сюда дальше чтобы край был у подноса ну вот так же вот это значит идем дальше делаем продолжение как это походило на поднос вот был у меня такой кусочек тоже обрезок уголочек я отпилил вот получается уже продолжение сейчас вот этот вот кусочек и отпилим получается продолжение так отпилил я значит по краю вот такая вот у меня была рейка липовая сантиметров 6 толщиной и по краю я немножко подровнял ее где дальше она будет вот с этим вот соединяться для начала я подгоню и вот к этому уголку как я это буду делать очень просто берем значит здесь такой скосанный уголок подставляю нашел как раз чтобы плесануть от самого угла подставляю сюда можно так сказать линеечка правда это не линеечка но она прочертит параллель и черчу линию теперь мне значит надо отпилить по этой линии и она примкнет сюда к этому уголочку потом дальше также мы сделаем и с остальными вот еще один нюанс хочу показать при стыковке одной и другой деревяшки также это касается и рамок которые запиливаем вручную чтобы углы 45 градусов стыковались ровно есть вот такой метод отпилил я лобзиком но все равно здесь есть просвет щель лобзик не отпилить тебе точно и карандаш имеет тоже ширину своей линии поэтому примкнув дощечку прижал струбциной я делаю запил в этом месте теперь шов получается ровненький сейчас я откручиваю струбцинки и прижму вот такое соединение можно уже склеивать примыкает точно а вот эти вот уголки и нюансы я уже буду превращать в ветку поэтому это все сгладится главное чтоб стык у нас был четкий ровный вот он четко примыкает вот еще обрезочек как красиво вышел уходит веточка на нет заканчивается вот в итоге что у меня получилось заготовочка под поднос длину 78 50 в ширину теперь можно резать так ну вот значит приготовился я к резьбе закрепил я этот поднос вот такими вот бабушками на саморезы мне обычный письменный стол я его подкоротил немножко и сверху наложил вот такую вот дсп старую советскую в нее крутишь шурупы сколько хочешь вот три такие бабушки подносик спокойненько может отодвигаться вот раз два три и ровно упирается сюда так что можно резать итак поехали что и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры 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 DimaTorzok Главное, чтобы был резец острый. Так. Здесь будет такая вот, запускаться. Это уходит у нас туда. А это сюда. Громоздкое изделие. Не покрутишь. И стол такой, что вокруг него не походишь. Поэтому приходится крутить руки. Продолжение следует. 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 можно сказать как пластилин хотя конечно удобнее делать это сразу чтобы потом не играться но это возможно и приемлемо тем более что потом здесь будет вид такой веток кору буду наносить сучками и это все закроется вот видите да как она должна была идти вот так она и пойдет а ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...